Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! — Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приветствую вас на нашей еженедельной передаче. Ну и, как обычно, мы ждем звонков, ждем каких-то ваших вопросов, может быть, историй. Снова после прошлой передачи нам удалось поговорить уже после эфира. И я все-таки прошу тех, кто заинтересованный, кто хочет высказаться, вот звоните в это время, мы действительно в прямом эфире, а после у нас уже нет возможности ответить на какие-то ваши вопросы, какие-то звонки. Ну, по крайней мере, вот так вот опубликовать наш разговор, если можно так сказать. — Да, телефон прямого эфира появляется во время программы на экранах телевизоров. — Да, да, ориентируйтесь на это. Вот. И... — Да, Алексей, у вас есть идея, о чем мы сегодня поговорим, пока ждем звонков? — Вот я как раз эту нашу кухню хочу приоткрыть для телезрителей. Кухня заключается в том, что мы, когда садимся перед эфиром, Елена меня спрашивает, о чем мы будем сегодня говорить. Ну и у нас какой-то такой между собойчик возникает. И вот когда я ехал на передачу, я думал, что... Может быть, я уже по этому поводу высказывался, но сегодня тоже как-то это почему-то стало актуально. Вот этот вопрос... Ну, буквально это так происходит очень часто. Человек приходит садиться на стул или в кресло, что там стоит у психотерапевта, да, на кушетку, вот, здоровается, приветствует, а потом говорит, я не знаю, о чем говорить сегодня. Причем иногда это сопровождается такими размышлениями, то есть пока я ехал, я знал, у меня было в голове все более-менее стройно, я знал, о чем я хочу с вами поговорить, но вот сейчас я приехал, сел, посмотрел, ну или что-то там произошло, и, в общем, я по большому счету не знаю, что важно, что не важно, и тут вот такой может случиться разговор, да, я не знаю, что важно или что не важно, или то, о чем я хочу поговорить, сейчас как-то выглядит уже глупо или не актуально, или... Или, кажется, я уже нашел ответы на свои вопросы, да, так же тоже бывает, человек планирует прийти к психотерапевту с какой-то темой, но пока он об этом думал, у него уже появились какие-то ответы, которые кажется, что его успокоили, ну, ему кажется, что они его успокоили, но, возможно, там есть еще на что посмотреть и что поисследовать. Ну, я могу сказать, что чаще всего это впечатление достаточно обманчивое и скорее является таким способом как-то объяснить себе отсутствие разговора со специалистом. То есть я прихожу, говорю, а, то, о чем я хотел с вами поговорить, я уже нашел какие-то ответы, и, в общем, этот разговор мне не нужен. Конечно, специалист может его спросить, а о чем все-таки вы хотели поговорить, и какие ответы вы нашли, ну, так, поинтересоваться, да. Но это может быть как раз такой уловкой для самого себя, чтобы, ну, в общем, на какие-то тревожащие темы не разговаривать. В общем, вот такое вот начало необязательное, без фокуса какого-то, без сюжета, без темы, ну, такое начало ни о чем. Я готова идти для обсуждения. Да, оно очень часто бывает, да. Я вспомнила, ну, буквально, не знаю, вот сижу сейчас и вспомнила, что сегодня ко мне обратился мой родственник, который живет в другом городе. И он написал, что ходит к психотерапевту, ну, в своем городе. И попросил у меня помощи, чтобы я помогла ему выполнить задание домашнее, которое дал ему психотерапевт. Это узнать как можно больше информации о своем роде. Хотел вас спросить, вот на ваш взгляд, для психотерапевтической помощи, для исследования своих каких-то душевных процессов, насколько важна эта информация? И используете ли вы в своей практике такие задания домашние? Вопрос, насколько важна информация о роде. Конечно, ответ на него лежит в плоскости с той психотерапией, которую организует конкретный психотерапевт, конкретный специалист, конкретным человеком. Ну, известно, что есть такие... В каком направлении чаще используют, исследуют именно вот этот род? Мне кажется, что речь, Лен, не столько о направлении, сколько о каких-то идеях, которыми в этот момент психотерапевт очарован. Ну, или которые он в этот момент гипотезы, которые он в своей голове... Если это не психотерапевт, который действует по бумажке, ну, например, ну, не берем молодых специалистов, они понятно, почему так действуют. Да, они выучились, надо спросить про род, они спросят про род. Ну, определенное интервью, например, в психоанализе есть, где по определенному интервью можно... Ну, или в семейной системной психотерапии, еще где-то, да, в прочих течениях. Ну, нужно узнать зачем-то о роде, да, о тех людях, которые были до родителей, бабушках, прабабушках, прадедушках и так далее. Так вот, если у специалиста не только это программный ход с готовым программным ответом каким-то, да, ну, есть, условно говоря, сценарий, я ему задаю такое задание, он мне вот это отвечает, я ему в ответ, ну, и, в общем, схема какая-то понятна. Пошли по схеме. Вот. То по-хорошему, наверное, нужно попробовать выяснить, ну, это, наверное, вопрос не к вашему родственнику, но хорошо бы об этом думать, зачем специалисту понадобилась вот эта информация, да, что он хочет таким образом выяснить. Вот, наверное, так. И в этом плане это не зависит от самого направления психотерапевтического, это может быть какое угодно направление, ну, из известных, да, авторская какая-то методика, где по каким-то причинам, устанавливая отношения со своим клиентом, со своим пациентом, психотерапевт решил вот спросить, ну, такие археологические какие-то вещи немножко организовать. Ну, мне кажется, это даже задание интересное, может быть, в каком плане. Мы с ним не общались длительное время, а тут появился повод для разговора и вот для установления текущих родственных связей, ну, что называется, здесь и сейчас. Может быть, тоже в этом есть какая-то продуктивность. Ну, вот здесь интересный вопрос. Я к чему я поясню, что я имею в виду. То есть, если необходимо опросить какое-то количество родственников и узнать, кто какие кусочки знает, там, о нашей родословной, условно говоря, то можно же поисследовать, насколько трудно мне с одними общаться и насколько проще к другим обратиться за помощью. Ну, например. Я фантазирую, конечно, потому что я не знаю подробностей. Наш разговор еще не состоялся по поводу выяснений нашей родословной, но я почувствовала, что я оказалась заинтересованной в этом предстоящем разговоре. Мне ваш вопрос, Елен, кажется очень важным, вот в каком разрезе. И хочется по этому поводу порассуждать. Если такой экскурс в родовое поместье, в кавычках, важен с позиции выяснения отношений человека с его близкими людьми, да, или, может быть, теми людьми, которых он никогда не знал, но которые там где-то прописаны, как его прапра, там, бабушки, дедушки, ну, если говорить о том, что человек родом из своей вот этой большой семьи, из вот этого родового дерева, да, что он висит, ну, в кавычках висит, если мы родовое дерево рисуем, одним листочком на этом родовом дереве, то мы ведь можем еще одно дерево рассмотреть, еще одно задание придумать, потому что близкими людьми для человека очень часто являются не его родственники. Это могут быть соседи, это могут быть супруги, это могут быть авторы каких-то книг, это могут быть... Актеры. Актеры, да. И вот такое родовое дерево, мне кажется, тоже можно было бы рядом попробовать нарисовать, то есть, сочинить. То есть, в этом смысле признаем ли мы только вот такую биологическую, культурную, родовую наследственность... Кровную связь, да? Да, именно передающуюся только по крови, ну, или вот по совместно проведенному времени. Я полагаю, что, может быть, кто-то из наших зрителей или слушателей больше времени провел с Марком Твеном, чем со своей бабушкой, да? Или больше времени провел, читая, я не знаю, Свифта, да? Да, да, читая Свифта или играя в покемонов или еще кем-то. И тут вопрос, относить ли... Во-первых, выяснять ли о том, что у человека есть такие связи с этими вроде бы существами, если про покемонов, да? Или с живыми, живущими или неживущими людьми, которые вот никак к роду не относятся. Или не выяснять, или ограничиться только семьей. И, в общем, археологические свои поиски организовать только внутри семьи. Ну, то есть рассматривать какие-то аллюзии, какие-то параллели с судьбой бабушки, с судьбой деды. Там много всего очень сейчас намешано. И тема травм, и тема родовых каких-то передающихся стереотипов, программ. Вот. И на самом деле, как мне кажется, специалисты очень любят эту тему. Ее очень долго можно эксплуатировать. Причем иногда даже беззастенчиво. Ну, то есть адресоваться туда, где никто не бывал. Ну, например, ваша прабабушка. Ну, и вот что-то такое по этому поводу сказать. В силу своих фантазий, собственно, каких-то и способностей двигать. Тем более, никто не проверит, да, что там было с прабабушкой, так ли это было. Тем более, прабабушку не пригласишь и так далее. И вот эта идея какого-то дерева, она, мне кажется, очень продуктивной. Другой вопрос, как это дерево рисовать, кого видеть среди веток, кого видеть среди стволов, кого среди корней видеть. Ну, то есть вот такого рода группу, состоящую из разных поколений, вот так вот проявить для конкретного человека. Вот я думаю, что это такое задание. Да, интересная идея, Алексей, с интересом вас слушаю. Подумала о современных подростках и молодежи, которые выросли в компьютерных играх, где они играют и создают команды с живыми людьми, и они на протяжении нескольких лет совершенствуют свое мастерство, не знаю, там, в убийстве или там в каких-то квестах или прочее. И там у них тоже какие-то, ну, прям очень похожие на внутрисемейные отношения складываются. Кого-то любят, кого-то все время подкалывают, кого-то, там, не знаю, стараются подставить и убить быстрее, чтобы избавиться, потому что знают, что он будет мешать. Действительно. Стараются убить, избавиться и в следующую игру снова взять. Снова взять, да. Чтобы убить и избавиться. Вот чтобы совершить вот этот ритуал какой-то, да, это же парадокс, если вот покопаться. Нет, ну, все на своих местах, да, и в семье все на своих местах, и иногда не зря же по поводу семьи очень много различного рода поговорок, пословиц, да, каких-то, да, в семье не без урода, например. Ну, в какой-то степени, значит, в любой семье урод должен быть выбран, да, и, ну, я сейчас утрирую, конечно, да, но в какой-то степени, когда что-то такое произойдет, ну, в общем, кто-то сможет эту сакраментальную фразу произнести в отношении кого-то, да. Вот. В общем, это такая и одновременно интересная и захватывающая деятельность вот по разработке семейного дерева. Хотя я знаю, вот, у меня достаточное количество каких-то, ну, друзей в социальных сетях, которые, я периодически смотрю, делятся своими вот такими архивными изысканиями. Это, безусловно, очень важно. Кто-то находит данные о, там, бабушках, прабабушках, прадедушках, тут сама по себе вот эта социальная активность важна еще тем, на мой взгляд, в нашей стране, тем, что у нас в связи с военным временем, в связи со временем репрессий, очень большое количество людей, родственников просто были выбиты без, ну, выбиты из семей, да, без информации о них. И вот такая ситуация незнания родства, она, в общем, очень болезненна для человека, она болезненна для самого носителя. Ну, иногда он чувствует себя вот этим оторванным листочком, который летит, у которого есть папа и мама, может быть, только одна мама осталась или там папа, а туда, вглубь веков, он заглядывает, там никого нету. Ты его спрашиваешь, он говорит, там никого нету. Ну, как будто он вот появился на свет буквально некоторое время назад, и ничего его особо не держит, ничего не питает. Ну, разные истории есть, да, я тоже читала ряд книг, где большое значение придается изучению рода, и вот как раз про, на примере послевоенных лет, это где в семье рождается ребенок, и когда он вырастает взрослым, приходит к психотерапевту, он начинает выяснять, ну, свои чувства, свои переживания, и один из запросов, где он говорит, я как будто бы не свою жизнь живу. А почему, непонятно. И потом начинает вот в ходе вот этих изысканий как раз родовых, выясняется, что родители во время войны потеряли там одного-двух детей, и после войны уже в мирное время родили, но у них как будто бы все надежды вот на ныне живущего ребенка возложены, ну, вот те, которые были связаны с детьми погибшими. Ну, может быть, да. Да, какие-то вот разные. Лен, ну, я бы вот еще куда заглянул. История рода – это ведь не только род, это еще и история. А история – это такая штука, которой можно по-разному подходить. Во-первых, ее можно переписывать или сохранять, или, может быть, какой-то баланс между переписыванием и сохранением держать, да. Это первое. Второе. История сама по себе живет, пока есть носители этой истории. Это мы сейчас можем в отдельную форму психотерапии уйти, в нарративную психотерапию. Ну, нарратив – это история, да. Где люди сами о себе сочиняют истории, пересочиняют. Ну, в общем, это прямо отдельное направление психотерапии. Современное и достаточно продуктивное. Но идея вот как раз о том, что какую историю люди обнаруживают о себе. Существует ли она до того, как ее носитель вот этого рода обнаружил, да. Он ее выкапывает или он ее создает? Он прошлое таким образом обнаруживает или он создает таким образом прошлое, да. Даже если есть какие-то документы, даже есть какие-то материалы, там, я не знаю, свидетельства о рождениях, паспорта. Все равно в истории всегда белых пятен и пустых мест больше, чем открытого. И это все каким-то образом нужно сшивать, как-то нужно додумывать, искать объяснение действий действиям для людей, ну и так далее, так далее, да. Почему дети потерялись, как вот вы говорите, да. Что при этом кто-то чувствовал. То есть ведь история – это не только фактология родились, умерли, да. Это еще и отношения, это еще и смыслы какие-то. Какой смысл для меня делать это задание психотерапевта? Появился ли для меня этот смысл? Или я иду с тем смыслом, который мне вручил специалист. Он сказал, надо это сделать. Я сделал, пришел, сказал, вот что дальше. Если вы позволите, я воспользуюсь вашим замечанием, о котором вы вначале озвучили. Задает ли он себе вопрос, зачем ему это надо? То есть действительно он, как послушный клиент или пациент, ну дали задание, я делаю, да, не понимая смысла. Ну, потом психотерапевт мне расскажет, в чем смысл был. Или, может быть, он действительно заранее уже задумывается, в чем смысл. И тогда, возможно, в свои изыскания он уже будет вкладывать, да, вот эти какие-то, ну, свои идеи, гипотезы или свои смыслы. Ну, может быть, тогда рисование или собирание истории семьи – это рисование и собирание смысла истории семьи. То есть это не столько про семью, не столько про, может быть, не столько про живших людей, вот этих пра-пра-пра, сколько про то, какой это лично для меня, собирающего эту историю, имеет смысл. Имеют ли для меня эти люди, эти лица, эти имена, то, кем они были, то, в каких отношениях, когда они умерли и так далее. Имеют ли для меня это все какой-то смысл. Или это все, ну, вот я там, не знаю, собрал, на один листочек свел. И я помню, я прям коротко, когда, в каком классе там слово о полку Игореве изучают. Ну, в пятом, наверное. Вот, у меня было абсолютно ненормальное ощущение для того возраста, потому что все тексты, которые до этого читались, они были более-менее структурированы. Я вклинился в слово о полку Игореве и совершенно, там, я не знаю, на первых страницах потерялся, кто кому кем был. Потому что там столько всяких. И я был в этом смысле, ну, нет, не важно, каким был. Почему-то для меня стало важно нарисовать всю эту систему отношений. Кто с кем, каким. У меня получился огромный лист. Я просто сел, я не знаю, потратил один или два, или, может быть, несколько вечеров. И до сих пор помню, я карандашом вот написал эти вот, значит, это братья, это папа. Ну, и, в общем, у меня вот такое, какое-то родовое дерево, несколько родовых деревьев было, потому что там же люди из разных семейных систем. Вот, но какой-то смысл для меня тогда был, ну, по крайней мере, разобраться, по крайней мере, не потеряться в прорехах этой истории. Потому что, как только я вижу новое имя, которое меня куда-то отсылает, а я не знаю, куда, я теряюсь по этому пути, да. Мне нужно подглядывать тогда в свои записки и знать, куда это меня отсылает. И тогда эта ткань вот этой самой истории, ткань слова о полку Игореве сохраняет. Вот. И я думаю, что это как раз просмысленность. Вот, наверное, я бы сюда вырулил. Вопрос, какой смысл это имеет, да. Хочу обратиться к нашим телезрителям, у нас прямой эфир, придаёте ли вы значение своему роду, проводите ли вы такие изыскания. Позвоните, расскажите нам, телефон в студии 202-11-22. Я, когда слушала Алексея, я подумала, я начала улыбаться. Почему? Потому что у меня возникло ощущение, что я имею определённый багаж и подготовку к предстоящему разговору. И улыбалась по поводу того, что, ну, возможно, часть работы я сделаю за психотерапевта. Если начну задавать ему такие вопросы и прояснять вообще, зачем, что и почему. Вот это очень интересная работа по поводу прояснения, потому что я сторонник такой идеи, она мне кажется более продуктивной, что смысла заранее не существует. То есть нет смысла, его невозможно передать, нет смысла такого, чтобы сказать, нарисуй или там собери историю рода, и в этом будет там такой-то смысл. Смысл по ходу дела открывается, причём он может быть совершенно неожиданный, совершенно не тот, который ждут. И вообще, то есть это такое плавание в неизвестное, ну, как, впрочем, и каждый раз, да. Если это ситуация, когда человек отправляется, знает, что что-то будет обнаружено, но не знает, что, и не знает даже когда. В самом начале, в середине или в конце, может быть, он в конце. Это очень, кстати, похоже иногда на психотерапию. У нас звонок. Да. Не так много времени до конца программы, но поговорим. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Я хотел бы вас спросить. У меня сына, Елена. У меня у сына вот такое заболевание, и он его всячески скрывает, и он на голову пояс. И вот он, как бы, учит жизнь, и вся жизнь, как бы, перекатить, почему он посоветит? Елена, очень плохая связь. Еще раз, пожалуйста. Подальше от телевизора отойдите, пожалуйста, и вы будете на сайте. Я хотела спросить у доктора, трема головы лечится или как? Ну, конечно, лечится, но лечится после обследования. То есть, если вы говорите о сыне, то сначала нужно обследовать, с чем это, собственно, связано. Какие варианты, может быть, в какое направление? Начинать надо, безусловно, с невролога, с невропатолога, с обследования работы нервной системы, с обследования работы позвоночника. Это, соответственно, тоже работа невролога, там, остеопата, может быть, да, когда он уже на этапе лечебных процедур. В общем, достаточное количество расстройств могут сопровождаться той симптоматикой, о которой вы говорите. Елена, а можете рассказать, ну, немножко поподробнее, сколько лет сыну и как давно у него это наблюдается? Вот сыну сейчас уже 36 лет. Он где-то с 17 лет мучается этим заболеванием. У него вся жизнь на перекотях. Хотя он очень все учился в институте, она отлично. И работа у него как бы неплохая. Но вот эта вот болезнь, она все перечеркнула личную жизнь и вот весь вот в этой болезни. А вот вы как бы не принимаете таких больных? Я пока отвечу вопросом на вопрос, Елена. А куда-то вы уже обращались или он куда-то обращался? Ничего, кроме фенотипама, ничего не предлагает. А кто не предлагает? Кому обращались? Ну, как бы вот эти доктора, вот эти, которые не руководомок? Ну, да, но я вернусь к рекомендации. Начать нужно все-таки с невролога, с снимков, с компьютерной томографии, с того, чтобы посмотреть, в каком состоянии шейные позвонки, в каком состоянии, ну, какие-то структуры мозга, да. И вот с неврологом все это обсудить. Ситуация здесь будет такой, то есть психотерапия здесь скорее будет не по поводу того, что с ним происходит, а по поводу того, если она будет организована, психотерапия, если ваш сын на это придет, на психотерапию. Она будет организована по поводу того, что это для него значит, как он, опять же, какой он смысл этому придает, какие чувства у него в связи с этим возникают. И, соответственно, вот те мишени, как мы говорим, в психотерапии, с которыми можно, в общем, поработать. Ну, действительно, Елена же озвучивает, да, как вот и личная жизнь, да, то есть это еще вопрос отношений, как вот это заболевание вписывается, да, или не вписывается, наоборот, в отношения с другими людьми. Спасибо, Елена. Спасибо, Елена, да. Я думаю, что речь здесь не прямая связь между личной жизнью и заболеванием или незаболеванием. Ни одно заболевание, по крайней мере, мне неизвестно, заболевания, которые мешают или помогают человеку вести личную жизнь. Это не одно и то же. Речь идет о том, как человек, имея то или иное расстройство, понимает его для самого себя, что он при этом чувствует, и как он, соответственно, вступает или не вступает в отношения. Да, можно не иметь… То есть, чем он вкладывается в выстраивание этих отношений, зная о том, что у него это заболевание? Так это можно… Это заболевание, про которое пока неизвестно, что за заболевание. Елена об этом сказала. Мы не знаем, что это такое. Да, с 18 лет это происходит, но мы пока не знаем, что… С 17 лет. Ну, или с 17, да. Мы пока не знаем, что такое. Ему что-то предлагали. Причем здесь феназепал мне не очень понятно. Здесь вообще ничего не понятно. Поэтому, ну, вот я начал бы с невролога, с невропатолога. Я об этом сказал. К личной жизни это имеет малое отношение. Скорее всего, речь еще о чем-то другом. Мы знаем массу примеров, когда у человека нет заболеваний, но у него нет личной жизни. Он приходит и говорит, я не могу… Или жизнь наперекосяк, да? Или жизнь наперекосяк. Другой вопрос, что он может ответственность за отсутствие личной жизни, ну, списать, я так грубо, может быть, скажу, на все, что угодно. На расстройство, на семью, на страну, на рост, на вес, на внешний вид и так далее. То есть в этом плане это может быть абсолютно все, что угодно. Поэтому я думаю, что здесь две как минимум темы. А если вот сын Елена обратится к психотерапевту, психотерапевт направит его там на обследование к неврологу, к хирургу или к кому там еще? Если психотерапевт, если врач, то точно направит с абсолютно высокой долей вероятностью. Ну, просто врачи этому обучают. Если это будет психотерапевт не медицинский, у нас сейчас такие есть, то если он хорошего качества специалист, то он направит. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо, что были с нами, смотрели. Спасибо, Елена, вам, что вы звонили. До встречи, до следующего вторника. Продолжение следует...